Картины кисти Караваджо предстали на выставке в Милане в новом свете. Специалисты с помощью рентгеновских лучей выяснили, как создавал свои шедевры итальянский художник. Его творчество выпало на конец XVI – начало XVII веков. «Караваджо никогда не делал эскизов. Он писал сразу на холсте. Поэтому, увидев какую-то неудачную деталь в композиции, он изменял её, не задумываясь дважды. Он добавлял сверху тёмную краску, и все огрехи исчезали». Например, на картине «Отдых на пути в Египет» ангел изначально находился в нижнем правом углу и был меньше. А Мария, Иосиф и маленький Иисус располагались в центре. Позже художник изменил замысел и в центр переместил ангела. Многочисленные изменения Караваджо внёс в картины Марфа и Мария Магдалина и святое семейство с Иоанном Крестителем. В последнем произведении он неоднократно переписывал одеяния Богородицы. К тому же видно, что её рука, лежащая на бедре ребёнка, написана позже, чем сам младенец. Открылась тайная картина Иоанн Креститель, которая прибыла на выставку в Милан из Рима. «Мы не понимали, куда он смотрит. Используя рентгеновские лучи, мы обнаружили, что в том направлении, куда он смотрит, находился ягнёнок. Караваджо рисовал его несколько раз в разных положениях, но, видимо, ему всё равно не понравилось, и он отказался от него». На выставке представлено 20 картин из разных галерей мира. Организаторы подготовили короткие видеоролики к каждому произведению, чтобы можно было увидеть, как продвигался творческий процесс Караваджо. Итальянский художник известен как основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. Выставка в Милане продлится до 28 января.